Трасса слала Магиганта, финальные соревнования горнолыжников в Аспене. И буквально совсем недавно началась вторая решающая попытка, мы видим, на трассе норвежца Килде. Несколько спортсменов мы с вами пропустили. Сначала попытки, но это, в общем-то, не принципиально. Это те люди, кто достаточно много проиграл. И вот самое интересное, это как раз сейчас и начинается. 18 место. То есть 18 лучших мы видим с вами. Килде пытается выйти в лидеры, но тут очень много, очень много он проигрывает. Как ни странно, мы видим, что трасса сегодня достаточно короткая. Ну, не знаю, почему так поступили организаторы. Опять ли это влияние вот такой очень теплой погоды. Я напомню, уже плюс 10 сейчас на трассе. Снег достаточно мокрый, мягкий, от этого никуда не денешься. Трасса была, конечно, ночью. Всю ночь готовили ее организаторы. Но вот видите, кто-то проявляет свои лучшие качества, а кто-то вот, в общем-то, теряется. Даже такие сильные люди, как Килде, вот в такой, ну, не совсем, конечно, привычной обстановке. Сиприен Саразин, следующий у нас француз. Время прохождения второй попытки 56 секунд. Очень коротко, конечно, для мужского гиганта. Ну, вот на данный момент у нас Флориан Айзат возглавил таблицу турнирную. Как мы говорим, Сиприен Саразин выходит на второе место, обыгрывая Стива Меселье, своего товарища по команде. Ну, вот так периодически у нас тут перестановочки идут. Хотя Айзат, вы знаете, давненько уже лидирует. Очень хорошая вторая попытка получилась у итальянца. Ролат Лайтингер, представитель австрийской команды. Ну, а для тех, кто, может быть, и не знает результатов, друзья, скажу, что после первой попытки лидирует Феликс Нойройтер. И на втором месте Марсель Хирша. Разница, друзья, разница. Одна сотая секунды между первым и вторым местом. Так что, сами понимаете, сейчас мы увидим главную борьбу. И фактически у лидеров она пойдет почти с нуля. Так, Пентуро идет третьим, Фавор четвертым, и немец Луц пятым. Ну, в общем-то, все тут в стане лидеров, как говорится, никаких у нас сенсаций пока не происходит. Те люди, кто в сезоне, в общем-то, боролись за высокие позиции, они и сегодня здесь на финале, в общем-то, тоже борются за пьедестал. Лайтингер, в свою очередь, выходит на второе место. Ну, вот видите, на втором месте у нас уже пять спортсменов сменилось, а Айзерт продолжает и уже вот-вот войдет в очковую зону. Я напоминаю, что 15 только спортсменов получат очки на финале во всех дисциплинах. Одно и то же правило. Еще один итальянец Манфред Мельк. Пятнадцатая позиция у Мелька после первой попытки. В отличие от специального славы, в гиганте Мельк, конечно, в нынешнем сезоне не так силен. В общем-то, даже и на финал, можно сказать, прошел он вот так с проблемами. На 23-й позиции попал. А это Айзерт, который лидирует, уже прибавляет 8 мест. Мы видим на второй трассе Мануэль Феллер. Ну, австрийцы хорошо смотрятся. Здесь Хиршер второй, я уже говорил. На восьмом месте идет Шурхофер. Феллер, который может тоже, в общем-то, прибавить. Ну, сегодня, конечно, потруднее. Вот из-за того, что результаты плотные, трасса достаточно короткая. И тут, конечно, вот так вот выстрелить на второй попытке, чтобы обойти сразу многих участников, достаточно проблематично. Хотя вот пример того же Айзета, который после первой трассы был 23-м, а уже вот, видите, он и в 15-то точно практически попадает, а может и выше будет. Ну, сейчас мы все с вами увидим. Я напоминаю, что все-таки у нас прямой эфир. Ну, вот видите, какие разные попытки. Более секунды чисто по второй трассе проиграл австрийец и сразу же, конечно, по таблице отлетел достаточно далеко назад. Люка де Али Прандини, еще один итальянец. Стартовый интервал одна минута. Ну, здесь тоже все объяснимо, друзья. Хотя вот эта одна минута, это, конечно, коротко. И для показа телевизионного, может быть, немножко проблематично. Но еще раз повторюсь, у организаторов-то особо выхода нет, потому что очень тепло. С каждой минутой становится теплее. Солнце на небе. Уже неделю, представляете, ни одно облачко. Такая погода стоит в Колорадо. Ну, и плюс тут высота. Мы все время повторяем, высота над уровнем моря очень приличная. Даже в Гиганте сегодня, посмотрите, старт на высоте 2860 метров. Это почти как окончание ледника в Хинтертуксе. То есть такие высоты здесь, в Колорадо, очень серьезные. Виктор Муфа-Жанде. На 12-й позиции после первой попытки. Ну, в общем, такое 12-е место привычное, к сожалению, в этом году для француза. Он идет-то на 11-м месте в зачете Гиганта. То есть вот все время вот такой интервал. 10-й, 11-й, 12-й. И ни вперед, ни назад, как говорится. Но один старт был симпатичным. Ну, Виктор, мы помним, на домашнем этапе в Альдезере. Там он был пятым. В начале сезона это было. Ну, и все. На этом практически потом все закончилось. И, в общем-то, так, как я сказал, уже где-то десятка стала как-то таким уже недостижимым результатом для француза. Ну, вот видите, и сегодня вряд ли что получится. Конечно, уже седьмой. А еще сколько спортсменов будут стартовать. Да, наверное, какие-то выводы будут делать и сам Виктор, и его тренер. Почему вот сезон, а мы знаем, что вроде бы обошелся без травм, каких-то болезней Виктор Муфажанде. А результаты, в общем-то, стали заметно послабее. Ну, и еще один человек, от которого, конечно, гораздо большего ожидали в гиганте, это Хенри Кристоферсон, безусловно. Да, он идет на четвертом месте, но, вы знаете, один педестал за весь сезон для такого человека, это, конечно, тоже снижение результатов. Да, в Славлами также силен, хотя кубок в этом году уже проиграл Хиршеру. Но в гиганте, вот, в общем-то, действительно тоже, ну, если мы говорим по отношению к Муфажанде, шаг назад, ну, наверное, у Кристофина полшага назад. Полшага назад по результатам прошлого сезона. Вот видите, даже он Айза-то не смог, хотя у него было такое преимущество. Ну, вот давайте посмотрим. Джастин Муриси, десятая позиция после первой попытки. И преимущество очень серьезное для такой трассы. 75 сотых, вы видите на экране. Темповая трасса. Кстати, автор вот этой трассы, тренер французской команды, Кретье. Первую трассу ставил австрийский тренер. Ну, и тут разницы почти нет. 42 контрольных створа было на первой попытке, 43 на второй. Ну, и мы видим время прохождения тоже очень похоже. Ну, тут одна секунда разницы. Вторая попытка чуть-чуть помедленнее. То же самое у Муриси происходит, мы видим. По сценарию Муфа Жанде, Муриси, ну, практически в одни секунды. Лайф Кристиан Хауган. Ну, а у Хаугана, в отличие от предыдущих спортсменов, о чем мы говорили, у него, наоборот, такой очень хороший шаг вперед. Но главное достижение, конечно, чемпионат мира. Тут говорить не о чем. Бронзовая медаль на чемпионате мира достаточно неожиданно. Вы сами понимаете, не у Кристоферсона, от кого, в общем-то, может быть, и ожидали. А вот Хауган выстрелил буквально, кстати, того же Кристоферсона на чемпионате мира и обыграл. Он был третьим, а Кристоферсон четвертым. Ну, и в Кубке мира Хауган закрепился, вот видите, уже и в первой группе, сильнейшей группе. Сегодня он стартовал на первой трассе четвертым. Очень выгодный стартовый номер. Ну, и сумма на данный момент тоже четвертая у норвежца, мы видим. Сейчас будет у нас совсем коротенькая пауза, а потом самое интересное. Два города, один отпуск. Тель-Авив, Иерусалим. Закажите свою поездку сейчас. Закажите свою поездку сейчас. Субтитры сделал DimaTorzok Возвращаемся в Аспен и продолжаем нашу прямую трансляцию. Вторая решающая попытка гигантского слалома у мужчин. Ну, как видите, интерес соревнования вызывает, конечно, огромный. Вот на этих кадрах мы с вами видим, что и к трассе здесь трудно подобраться, ну, по крайней мере, в финишной зоне. Конечно, переживают американцы, что нет их любимчика Теда Лигити, который много лет доминировал в этой дисциплине, вы знаете. Травмирован Лигити на следующий сезон, надеемся, опять его увидим. Ну, а это человек, который собрал максимальное количество наград в нынешнем сезоне, вы знаете. Двукратный чемпион мира стал Марсель Хиршер, выиграл Кубок мира в общем зачете. И малые кубки слалами и в гиганте, но и тут, в общем-то, возникает вопрос, да, ну, а какая же тогда интрига-то сегодня, друзья? Ну, интрига, в общем-то, в любом старте существует. Все равно Хиршер сейчас при любом результате получит Кубок мира на финише. Но вот, допустим, и его главный соперник Пин Туро. Вы знаете, вот по сезону три победы у Хиршера и три победы у Пин Туро. То есть Пин Туро чисто морально, конечно, было бы ему здорово выиграть, да. Да, конечно, Хиршер возьмет Кубок, но Пин Туро сможет гордиться тем, что побед у него-то будет больше. Да, по очкам он, конечно, уже проиграет, других вариантов нет. Так что стимул есть у Пин Туро, есть у Фавра, который на третьем месте пока завершает сезон. Ну, Кристоферсон уже прошел, тут мы видим, что у Кристоферсона шансы небольшие. Ну, а остальных спортсменов, конечно, набрать очки и, в общем-то, окончательно как-то постараться улучшить свой рейтинг в плане уже сезона будущего. Ну, вот посмотрите, Шорхофер, от которого тоже ожидали попытки, помните, он в нынешнем сезоне выигрывал. Ну, потенциально мог вообще где-то быть в тройке. А вот, видите, он падает еще и на финале, и десятое место у него, я думаю, даже и десятое, может быть, не сохранится. А могло быть, конечно, все гораздо лучше. Третье уже неудача в сезоне, это, наверное, все-таки многовато. Третье неудача и один пьедестал у австрийца был. Андре Мюрер. Секунда, ну, кто-то должен, в конце концов, итальянство обыграть. Уже 15 мест прибавил Флориан Айзер. Осталось у нас семь спортсменов, и он по-прежнему лидирует, Айзер. Андре Мюрер. Да, еще одна неудача. Вот, посмотрите, конечно, тут махнул рукой с досады шведский спортсмен. Ну, как говорится, что тут поделаешь? Действительно, снег такой достаточно коварный. Как бы ни старались, организаторы все-таки трасса влажная. Влажный снег, весенний снег, и тут любая ошибка не прощается. Ну, давайте вот с этой камеры смотреть. Здесь переход еще на полога. Ну, вот, в общем-то, сложный вираж, согласитесь. На полога, немножечко под снос. И вот так коварно проскользнули. Лыжи у Мюрера тоже не получит никаких очков. Швед тоже на улучшение позиции не приходится. А вот у шведа-то, кстати, он может и первую группу потерять. Он 13-й стоит в этой дисциплине. Еще один швед Мац Олсен. И вот кто проводит. Ну, практически, если не считать Хиршера, лучше всех концовку сезона, это все-таки Мац Олсен, друзья. Все-таки на последних двух этапах два пьедестала. И в Гармише еще перед чемпионатом мира он был вторым. И третьим на последнем проведенном этапе в Краинской горе. Если учесть, что на чемпионате мира тоже был шестерки лучших, там чуть-чуть не повезло, то сами понимаете, что Олсен это, в общем-то, уже точно, ну, по крайней мере, на данный момент представители элиты. Одна, 27 запасом. Надо выигрывать, конечно, лидером. Чуть-чуть подразбилась трасса, и уже вот проскальзывают лыжи. Посмотрите, преимущество как тает. Уже секунду, вот казалось бы, полтрассы, да прошел, уже секунду проиграл. Такой сильный спортсмен, находящийся, еще раз повторюсь, в отличной форме, Матс Олсен. Да, вот уже плотно. Уже на финише разница в восемь сотых. В чью сторону тут получится? Ох ты! Ну, это называется ничья, друзья, вы сами понимаете, да? Абсолютно одинаковый результат. Тут, наверное, если бы какой-то режиссер захотел бы спланировать вот результаты сегодня, вряд ли бы додумался, да? Проиграл одну, 27, но по сумме двух попыток у нас сейчас два лидера. Айзет и Олсен. Стефан Лутц. Пятое место после первой попытки. Ну, здесь совсем уже плотно. Он 53 соточки проиграл лидеру, но Ройтеру, и сами понимаете, вот, конечно, тут уже началась, началась борьба за пьедестал. Почет она. Этапе сегодняшнем, напоминаю, на этапе завершающем сезон Кубка мира, юбилейного Кубка мира, 50-го по счету. Хауген, Лутц, Олсен. Вы знаете, вот эта группа спортсменов, которые борются за первую семерку по итогам сезона, а значит, за первую сильнейшую группу на будущий год. И это, конечно, очень важно. Тут, видите, какая ситуация получается. Если хочешь хорошо выступать в следующем сезоне, то позаботься вот уже сегодня о том, чтобы у тебя были первые стартовые номера. И, похоже, Лутц делает свое дело. Да, молодец. Вот первый из тех, кто уже так уверенно обходит Айзота и становится лидером. Ну, мы слышим, мы слышим, поддерживают трибуны многих спортсменов. Еще раз повторюсь, соревнования проходят в Америке, но американцам не за кого болеть. Еще раз напомню, Лиги Титраумирова. Единственный спортсмен, который на финале из команды США выступает в этой дисциплине, это Томми Форд. Но Томми Форд, он уже 15-й, и там он, в общем-то, далеко не фаворит. Мэтью Фавр. Единственный в нынешнем сезоне спортсмен, кроме Пинтеро и Хиршера, кто имеет победу. Одну победу на этапе в Альдезере. Мэтью Фавр, и, как я уже говорил, уверенное третье место. По итогам сезона. Да, короткая трасса, но непростая в Аспыне. Да, вот сейчас мы убеждаемся. Еще раз. Вот это достаточно коварный такой рельеф. Постоянная смена крутизны, маленькие пологие участки, потом вот такие смены ритма, да еще на скользком весеннем снегу, конечно, все это достаточно непрусто. Если учесть, что на максимальной скорости идут спортсмены, Фавр, в свою очередь, обходит и Луца. Ну что ж, Мэтью Фавр достойно завершает сезон. На всех стартах, на всех этапах выступал, на всех этапах хорошие очки он зарабатывал. Орабатывал Алексей Пинтуро. Тоже ведь неоднозначно, да, вот если подводить итоги для Алексе Пинтуро. Но я понимаю, что завтра еще один день соревнований здесь, у Вас, Пани, завтра с Лалом специальный, но с Лалом специальный в этом году не получается у француза. Его коронка, конечно, вот эта дисциплина. И еще раз повторюсь, наверняка огромное желание обыграть Хиршера у Алексея Пинтуро. Тем более, что не смог он побороться за малые кубки в этом сезоне. Но кроме своей любимой комбинации, друзья, и он сходит. Ну что ж, такая серия, а? Сошел на предыдущем этапе в Крайинской горе и сходит сегодня. Давайте смотреть, что здесь получилось. Ну что, в том же... Да, вот этот коварный снег. Посмотрите, мы видели, мы видели, несколько спортсменов уже допускают вот эти ошибки. Например, Мюррера, это было шведов видно, и прекрасно видно. Вот только одно небольшое неправильное движение, там законтовал лыжи, ну, буквально на несколько градусов чересчур. Да, лыжи срываются вот на этой скользкой, мокрой пленке верхней. Так, вы знаете, при таком результате Фавор даже может опередить. Пентуру ни одного очка не получит. Вот видите, как складывается ситуация. Неужели еще и второе место потеряет? Вполне возможно. Ну а сейчас Марсель Хирша. Обладатель. Четыре кубка, друзья, в гигантском слалом и в карьере. Вот сейчас это четвертый кубок уже досрочно завоевал. И вы знаете, этот показатель в горнолыжной истории, как ни странно, не лучший. Ингемар Стэнмарк семь раз выигрывал Кубок мира в этой дисциплине. Тетлигити пять раз. Ну вот Хиршер выигрывает четвертый. Но, конечно, у Хиршера на каждом старте он максималист. Мы об этом постоянно говорим. И то, что он уже кубок завоевал досрочно. Вот посмотрите табличка. Какой сумасшедший отрыв. Абсолютно это не влияет. Он всегда идет на полную катушку. Он всегда хочет победить. И это такая черта настоящего чемпиона. Безусловно. Да, вот, пожалуйста, посмотрите. Он не просто опять. Вот такую картину мы не первый раз с вами наблюдаем. Он просто сумасшедшая какая-то. Вторая попытка. И видите, более секунды он в сумме выигрывает. А, кстати, вот табличка, которая только что появлялась на экране, нам как раз напоминала о том, что при таком раскладе Фавор обойдет. Обойдет Пентуро. Да. Перестановки все-таки будут. Ну, а сейчас Феликс Норойтер. Вы видите, на экране только что была табличка. Опять же, одна сотая. Вот сейчас видно, одна сотая. То есть, вот сейчас такой конкретный поединок между Хиршером и Норойтером за победу сегодня. У Норойтера тоже получился, в общем, достаточно стабильный, но не блестящий, конечно, сезон. В этой дисциплине лишь один пьедестал. Причем, этот пьедестал-то был пять месяцев назад, друзья, да? Даже трудно представить. На первом старте в Зюльдене Норойтер был третьим и потом ни разу на пьедестал не попадал. Конечно, вот в таком раскладе бы на финале опять пьедестал заработать, потому что, вы знаете, я говорю о пьедестале, потому что по всему видно, что Хиршера он вряд ли обыграет. Да, так и есть. Так и есть. Хиршер в очередной раз доказывает свои преимущества. Хотя, вы знаете, наверное, вот это слово доказывать даже неприменимо. Он уже давно всем доказал все, что можно. Хиршер ему доказывать ничего не нужно. Он просто еще раз продемонстрировал. Вот так бы я сказал, насколько он все-таки сильней. Выигрывает Марсель Хиршер заключительный этап в гигантском слаломе. Ну и сейчас мы увидим, как ему вручат вот этот заветный очередной уже четвертый малый хрустальный кубок за победу в гигантском слаломе. Что касается Большого Кубка Мира за победу по сумме всех дисциплин, то он будет, естественно, вручаться завтра, как это по традиции положено, в последний день финала. Завтра мужчины посоревнуются с слалом специальном. Ну и, конечно же, будет и главное награждение. Ну, посмотрите, но Ройтер и Хиршер они вообще приятели, в общем, у них отношения такие вполне дружеские, видите, тут же делятся своими впечатлениями, мы видим. Но Ройтер, я думаю, он доволен вторым результатом. Прекрасно, человек реально понимает свою силу, видит, что Хиршер и в конце сезона очень силен, так что второе место для Ройтера прекрасно. Ну и Фавор опять на пьедестале, опять на пьедестале, что, в общем-то, нас с вами тоже не удивляет. Все-таки смог подтянуться в концовке сезона. Вот он, но Ройтер. Ну и, конечно же, конечно же, великий, не побоимся этого слова, великий Марсель Хиршер, который бьет все рекорды, ну и приятное сообщение в том, что уже здесь на финале Хиршер подтвердил корреспондентам, что не собирается завершать свою карьеру, хотя, вы знаете, я даже, ну, кто-то вот, кто-то из корреспондентов запустил такой слух, что Хиршер вроде бы говорил, что он выиграет подряд шестой кубок мира и завершит свою карьеру. Да нет, конечно же, это, наверное, какой-то журналист хотел там немножко попиариться, Хиршер вполне еще молод. вот. Ну, 27 лет это разве возраст для горнолыжника и, безусловно, будет и выступать и еще и, естественно, и на Олимпиаде поборется за золотые медали. Вот официальные результаты сегодняшнего гигантского слава, мы видим Хиршер, но это Фавр, Луц и посмотрите на пятую позицию, друзья, Флориан Айзет выиграл вторую попытку и поднялся на 18 мест. Все-таки даже на короткой трассе, даже в такую погоду можно совершать чудеса. Можно. Это вот хороший пример для остальных спортсменов. Мы видим, какой великолепный прорыв Айзета, да? С 23 места на 5. Ну, и вот Пентуро опять и Мюрер, и Шорхофер, Пентуро опять главный неудачник, конечно же, сегодняшнего финального старта. А вот этот заветный момент для каждого горнолыжника. Вы сейчас видите Марселя Хиршера с этим трофеем, который он завоивал, давайте говорить, прямо с огромным отрывом. Ну, что же, у нас будет небольшая пауза, еще подведем потом итоги.